Застолье Петра Вайля. Так называется книга, которую представили на международной ярмарке интеллектуальной литературы Non-Fiction номер 21 друзья и коллеги писателей. 70-летний юбилей, которого прошел 29 сентября этого года. Петр Вайль ушел из жизни 10 лет назад. Русская служба Радио Свобода совместно с издательством Корпус выпустила сборник его выступлений на Радио Свобода. В книге Вайль рассказывает о себе и других – литературе, музыке, кино, театре, политике, кулинарии и сексе. Собирал эту коллекцию писатель и журналист Иван Толстой, проработавший с Петром много лет в Праге. Собирать книгу его высказываний значило просто вспоминать его самого, что он сказал бы на ту или другую тему. Выбирать те тексты, которые ему самому наверняка понравились больше других. Воспоминание о нем помогало собирать его собственную книгу. Я внутренне говорил его языком и старался услышать, что он думает по тому или другому поводу. Совсем не было тут трудностей. Надо было только соблюсти определенную логику. И вот мне показалось, что Петр – человек стола. Всевозможных столов и журнального, и письменного, и такого походного, и кулинарного стола, обеденного, так сказать, да, и круглого, потому что он сам брал интервью, он сам давал интервью. То есть вокруг стола прошла вся жизнь Петра Вайля. И вот как только я понял, что такой метафорой центральный гвоздем оказывается стол, все пошло легко. В издании «Застолье Петра Вайля» также включены воспоминания друзей и коллег писателя. Его вдовы. Публикуются редкие снимки из личных архивов, фотографии, обложек книг. Писатель-сатирик Виктор Шендерович, некогда работавший под начальством Вайля, вспоминал, как с годами усиливалось влияние Петра в русской литературе. Его фигура и место в культуре нашей, оно вырастало на наших глазах, и он вышел из тени своих великих друзей. Вайль Генис – это где-то при Бродском и Довлатове, да, вот есть там Бродский и Довлатов, да, а ну вот там такие есть, журналисты такие, да. И как он вырастал из тени своих великих друзей, и как он к концу жизни, где не место совершенно гениально придумано и гениально сделано. Гениально. И теперь уже невозможно представить себе поехать в какой-то город, который осчастливил своим фильмом и текстом Петя, и не заглянуть туда, потому что что-то главное, что-то главное ты узнаешь там. Ты через его зрачок посмотришь совсем по-другому на это. Одна из последних книг Петра Вайля – «Стихи про меня». Именно о ней чаще всего говорили те, кто пришел на презентацию издания «Застолье Петра Вайля». Какая-то свобода рассказа о себе через великую поэзию, в общем, возникает какая-то вот эта вот, не знаю, я плохо физику учил, но вот эта вольтова дуга между какими-то немыслимыми рассказами из жизни Петра, из его юности, о том, как он служил в армии, в пожарной команде, чего там только не было. И это все происходит после того, как он читает, там, не знаю, Пастернака или Ходосевича или Гонлевского. И это создает какой-то фантастический, человеческий внутренний мир, полный какой-то свободы. Не прошла книга «Стихи про меня» мимо художника-мультипликатора Юрия Норштейна. Знаменитый аниматор не был лично знаком с Петром, но его произведения стоят на домашней полке Норштейна. Но вот эта книга о поэзии и о том, как поэзия его сделала, и какие стихи он читал, и через какие строчки он становился человеком, вот это для меня было очень важно. К сожалению, если бы мне этот вопрос был задан по телефону, я бы тут же залез бы в эту книгу, она у меня стоит на полке, там, рядом Бродский Венеция, там, ну, прочее, прочее. И я бы, конечно, залез бы, я бы ее перешерстил бы опять, эту книгу, чтобы освежить в памяти. Но вот для меня Вайль вот в этой точке. Это для меня очень важно. Вайль – автор и соавтор многих интеллектуальных бестселлеров последних десятилетий, в том числе книг «Гении места», «Карта Родины», «Стихи про меня», а также вышедших посмертно «Слово в пути» и «Свобода.Отсчета». Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.